Своё первое изобретение шестиклассник 225-й школы сделал для своей маленькой сестрёнки, которая не любит темноту. На занятия по робототехнике Игорь Султанов придумал и собрал умный светильник. Изделие уже прошло тестирование и готово к использованию. Собрал его из светодиодов, транзистора, источника питания. Всё с единоконтактами. Так необычно оформил, чтобы красиво смотрелось. Он работает при свете. Если светло, он не горит. А когда темнота, здесь установлен специальный датчик, он реагирует на темноту и загорается. Игорь Султанов занимается в кружке робототехники уже второй год. Сейчас мальчик трудится над своим новым проектом – роботом-игрушкой. У него есть кнопка, при нажатии которой он одновременно светится и пищит. А если нажать другую кнопку, он будет двигаться. Потому что установлен двигатель. Занятия по робототехнике проводятся в 225-й школе во внеурочное время. Подростки изучают теорию и применяют свои знания на практике. Руководит кружком преподаватель информатики. Помогает Александр Мальков. Заречниц, который более 20 лет, занимается разработкой беспилотных мобильных комплексов. Причем он обучает ребят основам техники и тонкостям конструирования на добровольных началах. Робототехника – это первоначальный шаг. Мы предложили конструктор нейрон, который позволяет по шагам на основе электрической схемы собирать от простейшего робота до летающих роботов. По таким девизам – от нейрона до дрона. Эти занятия ведутся уже второй год как дополнительные занятия с ребятами пятых, девятых классов. Они уже выступают на конференциях, на выставках, но это не главное. Главное, чтобы получить знания и на основе этих знаний создавать какие-то новые системы. Под руководством Александра Малькова учащиеся 225-й школы не только проектируют роботов, но и обучают их. К примеру, вот этот аппарат умеет передвигаться по заданной траектории. Его путь – это нарисованная линия, которую он распознает благодаря специальным датчикам. В планах юных изобретателей – создание беспилотных летательных аппаратов. Но уже сейчас ребята учатся управлять высокотехнологичными устройствами. Еще раз, так сказать. Блин, здесь. Куда-то здесь подойдет. Да, вот так, давайте. 17 января – день детских изобретений. Ребята из 225-й школы по праву могут считать своим профессиональным праздником. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».